Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование первого послания к Коринстинам, святого апостола Павла на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя в неубедительных словах человеческой мудрости, но в явление духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Постол Павел продолжает уворочевание этого раскола, который назревал в коринфской общине. Она ему особо дорого. Он ее собрал, он каждого из них знал. Долгое время жил в городе Коринфе, более чем полтора года. И, конечно, она ему дорога. Все, что мы созидаем сами, все, что мы приобретаем, нам это дорого. И тем более то, что касается действительно создания того или иного, даже если говорить по нашему, по-человеческому, какого-то миссионерского общества или центра, конечно, мы этим дорожим. Так же это было и дорого, несомненно, апостолу Павлу. Итак, он пишет и говорит о том, что ничего не хочет знать, кроме Христа и при том распятого. Не в человеческой мудрости, говорит, я проповедовал вам и утверждал вас, но на мудрости духа и силы. Святитель Иоанн Златоуст здесь замечает одну такую очень интересную вещь, которую о себе говорит апостол Павел, что в страхе и трепете. И святитель Иоанн Златоуст как бы задает себе вопросом, что апостол Павел боялся, и отвечает. Что ты говоришь, пишет святитель? Неужели и Павел боялся опасностей? Да, боялся и сильно страшился. Ведь хотя он и был Павел, но был человек. И это не вина Павла, но немость человеческой природы. Тем не менее, и похвала его воли, потому что он, даже боясь смерти и ран, под влиянием страха не делал ничего недостойного. Поэтому те, которые говорят, что он не боялся ран, не только не делают ему чести, но и весьма преуменьшают его похвалу. Если бы он не боялся, какая твердость или какое любомудрие было бы в перенесении опасности? Конец статы. Что здесь говорит святитель Иоанн Златоуст? Он говорит о том, что если бы апостолу Павлу не было страха, и он был совершенно его лишен, то какая бы ему была награда? А он именно, преодолевая страх, делает и совершает дело спасения человеков. Преодолевая страх. У отцов церкви множество раз встречается это выражение и утверждение, что не тот человек, который по природе бесстрашен, получает венец, или бесстрастен, получает венец, а тот, кто преодолевает страх и страсти, он получает венец жизни. Потому что то, что ему дано Богом по природе, бесстраш или какой-либо вид бесстрастия, ну, не совсем человек от него свободен, ну, скажем, не так ярко оно у него выражается и мучает его, какая-либо страсть. Такому человеку никакой награды от Бога нет. Это Бог ему уже подарил и сделал ему, дал ему это, это некая данность по природе. А то, когда человек преодолевает, вот именно в этой борьбе со страстями, с помощью благодати Божьей, человек получает тогда от Бога похвалу. Поэтому свидетель Анзела Тауста это замечает и разъясняет. Давайте вспомним, а что, разве пророки Божьи не боялись? Боялись. Пророк Давид, он сколько бегал от Саула, где только не бегал, по горам, везде. Ну и что, теперь мы его можем назвать трусом? Нет. Это было его естественное человеческое состояние. Боялся, да. И другие примеры есть и в жизни святых, когда действительно человек, как сказано, боялся. Вот про Уклия, например, смотрите, какой мужественный был. А в книге Царств, Третий Царств сказано о том, когда Изавель и Ахав там пришли к власти, то он убежал. Куда? За поток кедрон. Поэтому всякое безумное. Или апостол Павел. Помните, когда его спускали на корзине, когда он бежал тоже из города. Да и самый Спаситель, когда его хотели побить камнями, помните, он прошел, сделался невидимым, и прошел сквозь них. Поэтому всякое безумное, такое безумное бравада, что вот, да мне, тут море по колено, ну, так может делать только нерассудительный. Конечно, когда нам придется, или если Господь сподобит, и будет такая милость Божия, скажем, пострадать за Христа, здесь, конечно, мы не должны, может, избегать этого венца. Но когда есть возможность уклониться от какой-либо опасности, множество примеров. И здесь страх человеческий, он никак не порицается. Далее апостол пишет в 6 стихе. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Заметьте, апостол говорит, мы не проповедуем мудрость века сего. Что апостол Павел против какой-нибудь учености светской? Да нет, не против. Просто он говорит, что это не дело проповеди, это не главное, что это где-то совсем-совсем второстепенное. Вот как пишет по этому поводу, опять же, святитель Иоанн Златоуст, цитата. «Если я, которого считают безумным проповедником безумия, победил мудрых, то победил не безумием. Я победил мудрость более совершенной мудростью и насколько более превосходной, что также безумием, премудростью он называет проповедь и способ спасения посредством креста. А совершенными, совершенными называют верующих и поистине совершенны те, которые знают, что человеческое весьма немощно, презирают все это и уверены, что оно не служит им ни к чему. Таковы верующие». Так заключает святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, «Верующие — это те, которые презирают премудрость века сего. Таковых он называет верующими». У нас есть какая-то такая погоня за всем каким-то светским, наносным. Нужно? Нужно. Но ради чего? Ради того, чтобы это только лишь применить для дела проповеди Евангелия, знать те или иные светские какие-то там, скажем, науки. Но не ради того, чтобы их применять в деле благовестия и ни к чему. К таким словам нечто подобное говорит и, если мы помним, апостол Павел в своем пастырском послании. Он пишет так, что «Всегда учащиеся, но никогда не могуще дойти до познания истины». Вот тот перекос, который не надо допускать в изучении светских наук, чтобы это не заградило нам главного и не было нам главным препятствием в деле проповеди Евангелия. Слишком чрезмерная увлеченность какими-либо светскими предметами. Итак, далее апостол пишет, «Но как написано, не видел того глаз и не слышало того уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А как Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии». То есть мы видим, что апостол говорит, что «ник знает и не слышало уха и не приходило то на сердце человеком, что приготовил Бог любящим его». И это можно понять только духовно. Десятым стихом он так и заключает. «А нам Бог открыл это духом своим». То есть тот, кто не в церкви, тот, кто не с Богом, тот никогда не поймет, хотя понять это сложно, апостол Павел сам говорит, как сквозь тусклое стекло, гадательно мы можем сказать о том, что ждет нас в будущем веке. Но на что еще здесь надо обратить внимание? Апостол Павел здесь пишет, как написано, вопрос, где написано. На самом деле, когда мы осмотрим страницы, то есть ссылки, которая здесь дается в 9 стихе, в общем-то, особо мы ничего не находим. Может быть, только у пророка Исаии, 64 глава, можно открыть, вот 4 стих, ссылка, которая дается здесь, у нас в Священном Писании, в параллельном месте, используем ее, и будем этим тоже пользоваться. 64, 4. Сказано, «Ибо от века не слыхали, не внимали умом, и никакие глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для находящихся, надеющихся на него». Но да, действительно, очень похожий текст, но на самом деле не так, как его цитирует апостол Павел. Где это было написано? Возможно, многие тексты, как известно, были утеряны, особенно при вавилонском пленении в Ветхом Завете, но тем не менее апостолу Павлу, как мужу ученому, они были известны. А что я здесь хочу сказать? Почему я на это обращаю внимание? Дело в том, что он хочет сказать тем людям, которые жестко придерживаются буквы Священного Писания и отрицают совсем Святое Предание. Надо понимать, что не все, что есть в Священном Писании, достаточно для дела нашего спасения. Потому что есть еще и Святое Предание. Святое Предание ничто иное, как Дух Святой, живущий в Церкви. И здесь апостол Павел, если хотите, скажу таким бытовым словом, простите меня, воспользовался Духом Святым. И он знает, что есть в Святом Предании. Он цитирует это. И подтверждает эти слова свои 10 стихом. А нам Бог открыл это Духом Своим. То есть есть, что Бог открывает Духом, видно апостол, был знаком, возможно, по преданию, ветхозаветному преданию с этими текстами. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божия. Здесь апостол Павел выражает очень важную мысль. То есть мы не знаем то, что в нас. Мы не знаем то, что думает другой человек. Мы не знаем то, что чувствует другой человек. Мы можем только это увидеть как-то внешне. Но только мы знаем, что вот о чем думаем мы сами. Так и Бога, говорит, мы познать не можем. Но только можем познать Бога, проникнуть в глубины Божии только Духом. А для этого необходимо быть где? В Духе Святом. А что значит быть в Духе Святом? А быть в Духе Святом это значит непосредственно соприкасаться с теми условиями подачи Святого Духа, если хотите. Где он нам преподается? С теми условиями Святого Духа, дабы этим Духом обновиться. А где он нам преподается? Через Слово Божие. Сказано Слово Божие освящает человека. Через Таинство. Да не исцелен от Идиши во оставление грехов и в жизнь вечную. Вот. Все условия молитва. Все условия у нас есть для того, чтобы проникнуть в глубины Божии. Потому что смотрите, о чем дальше сейчас будет писать апостол Павел. И это человека предохраняет, во-первых, от самомнения и разделения в самом себе, а именно самомнение порождает разделение и шизофрению даже в человеке. А тем более потом выплескивается это и наружу. Смотрите, что дальше апостол Павел пишет. Но мы приняли не Духа мира сего. Видите, снова предупреждает. Если мы будем руководством Духом мира сего и премудрости мира сего, никогда мы не стяжаем то премудрое Божие, чтобы проникнуть нам в глубины Божьей и укрепиться в вере. Видите, снова он это говорит. Но мы приняли не Духа мира, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, чтобы и возвещать не от человеческой премудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Видите, как утверждает эту мысль? Потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что он, потому что о всем надо насудить духовно. Но духовно судить, о всем о нем судить никто не может. И смотрите, как заключает, ибо кто познал ум Господень, что мог судить его, а мы имеем ум Христов. Видите, как? Он здесь не только призывает. Помните, в другом послании он так и будет призывать. «Вас должны быть те же чувства, у вас должен быть ум, будьте совершенно как Отец ваш небесный». Слово Спасителя. А здесь апостол «Вас должен быть ум Христов». А здесь он говорит «Он в нас есть». Он утверждает, что ум Христов в нас есть, и мы знаем глубины и в ком она может быть? Кто может так о себе сказать? Тот человек, который, снова повторю, пользуется всеми условиями для стяжания благодати Святого Духа, который есть в Церкви. Таинство, чтение Священного Писания, молитвы, посты — это все условия, а не самоцель. Для чего? Чтобы проникнуть в глубину Божию. И тогда, можно здесь смело сказать, то, к чему призывает здесь апостол Павел, А пока этого избытка в сердце нет, то уста ничего сказать не могут. Вот святитель Анзатаус спрашивает и сам отвечает, что означает соображая духовное с духовным? Когда духовное вызывает какое-нибудь недоумение, мы приводим объяснения от духовных предметов. Например, я говорю, что Христос воскрес, Он родился от Дева. Для объяснения этого я привожу прообразы и доказательства пребывания ионы внутри кита и последующее освобождение, рождение бесплодными женами, Сарой, Ревекой и другими. Конец статы. Поэтому мы не нуждаемся в человеческой мудрости. Для нас достаточно учения духа. Вот так. Мы не нуждаемся в человеческой мудрости, для нас достаточно учения духа, потому что для нас все духовное, все, что было в Ветхом Завете, это прообразы, на которые мы опираемся и ссылаемся и говорим, вот они прообразы, потому что Бог многократно и многообразно, как сказано, являлся в пророках. А для человека века сего, для человека душевного это ничего не значит, потому что он опирается на другое, и мотивы его, они совсем другие. Какие? Да самые простые. В том, в ком нет любви, то чем он занимается? Он ищет своего. Помните, апостол Павел в этом же послании мы еще его прочитаем в посланиях Коринфянам, первое, тринадцатая глава будет. Любовь не ищет своего, а тот человек, который не пребывает в любви Божьей, что он делает? Ищет своего, не завидует, а тот человек, который не пребывает в любви Божьей, что он делает? Завидует, не радуется неправде, а тот, который не пребывает в любви Божьей, радуется неправде, сорадуется истине, а тот, кто не пребывает в любви Божьей, для него истина вообще непонятно. Все покрывает всему верить, на все надеяться. Какие надежды? Один раз живем, да. Все тут, горю все синим плавенем. Вот. Тот человек, который не стяжает эту благодать, он, в общем-то, человек душевный. А апостол Павел такой мудрости скажет, а этой душевной, что она бесовская. Действительно бесовская. Кто может научить мудрости века сего, чтобы подавлять ближнего, да, разрушать там и его, и его здоровье, его семьи и прочее. Кто может этому научить? Конечно, дьявол. Поэтому это бесовская наука. Нужна ли она нам душевная? Нет. Апостол Павел так и говорит, нам нужен ум Христов. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Апостол Павел здесь не случайно подводит Коринфян к этой мысли. Потому что у них там уже началось такое, что деля какие-то споры, которые у них были, они их не разрешали внутри общины, то есть церковным судом или не прибегая к священнику, чтобы разрешить какой-то, ну пусть любой, даже бытовой какой-то вопрос с благословением подойти. А как? Либо по самомнению решали эти вопросы. То есть, ну так я думаю, чего я там буду. По мелочевке под какой-нибудь я прибегу к батюшке, скажу, бабочка, я тут, можно мне там это, пойду в гости мороженое съем? Да. А вот когда там что-нибудь серьезное, продавать, не продавать, делить, не делить, мы тут сами по своему усмотрению. А вдруг батюшка скажет, не так, и мои мысли тут не совпадут, а я тут уже приготовился. Большой кусок от кого-нибудь оторвать, да. А тут вдруг не получится. Поэтому они перестали прибегать под благословение священническое. И они стали ходить и судиться у внешних, у тех, у кого нет ума Христова. По внешним законам надо понимать, что если у нас возникают какие-то споры, разногласия, в первую очередь. Дело, конечно, каждому. Каждый человек свободен, может обращаться к кому угодно, но в первую очередь надо прийти все-таки к своему духовнику, к священнику, спросить, а так ли это? Почему? Потому что он имеет ум Христов, носитель благодати. Посоветоваться своими братьями, сестрами, как поступить. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие. И вот что пишет Светлана Златоустова. Цитата. Душевный человек есть тот, кто все подчиняет холодным умствованию и не считает нужным для себя высшую помощь. А это безумие. Бог даровал нам разум для того, чтобы он познавал и принимал сообщаемое Богом, а не для того, чтобы считать себя самодостаточным. Какое важное слово. Мы думали, что его придумали в 20 веке. Оказывается, свидетели его употребляют еще в 4 веке. Самодостаточный. Сегодня это такое слово, которое даже считается комплиментом по отношению к другому человеку. Говорит, да ладно тебе, чего ты самодостаточный человек. Это на самом деле оскорбление для христианина, если ему скажут, что он самодостаточный. Значит, он без Бога, надеется только на себя. Так и пишет свидетель. Сообщаемое Богом, а не для того, чтобы считать себя самодостаточным. Глазна прекрасны и полезны, но если они захотят видеть без света, то красота их, собственная сила, нисколько не принесет им пользы, но еще причинит и вред. Так и душа. Если захочет видеть без духа, то сама не послужит, то сама себе послужит препятствием. Конец цитаты. Точно. Так и говорит. Глаза, говорит, красивые, да, можно любоваться. Ох, а если не будет света, то и любоваться этими глазами будет некому, потому что их и не видно. И сам человек в темноте этими глазами красивыми и удивительно устроенными Богом ничего не увидит. Так и душа, говорит святитель Иоанн Златоуст, если она не в Боге и не в духе. Она красивая, она, конечно, бессмертная, но Бога она не увидит никогда. Поэтому так и сказано, блажены чистой сердцем, ибо они Бога узрят. И вот к этой чистоте апостол Павел призывает и Каримскую церковь, и нас с вами, держаться, Слово Божие, не искать мудрости века сего, а утвердиться в том, о чем здесь апостол Павел так и пишет. А мы имеем ум Христов. Слово Божие. 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 Продолжение следует...